Всем привет! Тесты мультитула Sock Power Assist. Огромное спасибо другу Дмитрию, который прислал этот мультитул и еще два мультитула для обзора и тестов. Спасибо большое за поддержку, я это очень ценю. Вы тоже можете оказать поддержку, тупо поставив лайк, тупо написав комментарий. По каждому мультитулу будут два видео. Сначала тесты, ну и потом уже какие-то окончательные выводы. И вот на основе тестов и на основе ваших мнений в комментариях я именно буду и строить свое мнение о том или ином мультитуле. В общем, всем большое спасибо. Не сказать, что много людей, люди хорошо прям смотрят видео о мультитулах. Но все равно я считаю, что эта тематика важная, нужная, надо ее раскрыть. Вы знаете, как поддержать. Итак, давайте сразу тест кусачек. Медная проволока. Вот тут от мягкой проволоки до более твердой. Ну, все то же самое, что в тестах других пассатиж. Увидели на канале. Плейлист будет в конечных заставках. Посмотрите так. Тросик, белевая веревка. Он такой. О, ну неплохо, неплохо. Так, давайте еще раз попробуем, именно где площадка такая. О, хорошо, значит, достаточно аккуратно сделаны, потому что я изначально пробовал кусать площадкой для жесткой проволоки. Вот этот тросик, он такой, немного неприятный в плане кусания. Вот, а потом для мягкой проволоки. Ну и значит, все сходится неплохо. Так, провод, соответственно, тоже. Так. Ну, от большого к малому. Так. Ну вот, толстый провод. Ух ты! Ну, за один проход. Ну, хорошие кусачки в плане проводов. Ну, давайте посмотрим, что они на жесткой проволоке себя покажут. Давайте. Ну, это проволока из теста. Угу. Так, ну проблем пока нету. Давайте теперь проверим их как пассатижи. Ну, насколько тут все надежно. Оценим эргономику. Ну, хорошо, хорошо, удобно. Давайте теперь в такой момент вам покажу, чтобы уже с пассатижами закончить. Видите, тут такие шестереночки, да? Ну, и на самом деле ничего интересного в этой системе нету. Может быть, то, что только рукоятки на одинаковый угол всегда расходятся. Но так, особого смысла в ней нету. Усилить она... Усилить усилие, развиваемое пассатижами, она не способна. Ну, потому как шестеренки одинаковые. Ну, то есть, только ради того, чтобы рукоятки на одинаковый угол открывались. Ну, и, может быть, несколько прочностей чуть добавляет. Тут вот устройство для обжима. Давайте по поводу зева пассатиж покажу. Тут такой момент. Вот у меня спирит. Раскрыл на максималку, сколько возможно. Ну, и получается сог. Вот, то есть, посмотрите, какой разлет рукояти при том, что я открыл на ширину зева спирита. Можно, конечно, и побольше зев сделать. Вот он максимальный. Но тут получается двурукий инструмент. Ну, а максимальный зев при комфортной однорукой работе, ну, это получается, что даже меньше, чем у спирита. То есть, больше можно, но это уже надо будет двумя руками инструмент использовать, что не всегда хорошо. То есть, порадовали меня действительно кусачки на этом инструменте. Ну, я сейчас смотрю. Ну, каких-то заминов не удалось обнаружить. Еще посмотрю потом поближе. Кусачки сделаны очень качественно. Мягкую проволоку кусают всякие типа тросики. Вот эти, ну, такие достаточно неприятные в кусании. Большие провода кусают. Столистую проволоку без проблем. Давайте что-то помощнее попробуем перекусить. Так, вот, смотрите. Гвоздь потолще, чем эта столистая проволока. Давайте посмотрим. Я вышел на свет, посмотрел, что с кусачками. Но, насколько я могу судить, покрытие подстерлось. Но, при этом, ну, заминов нету. Конечно, ресурс у них все равно, я думаю, ограниченный. Так. Ну, нормально, я ничего не вижу. То есть, вот такой вот гвоздь мы перекусили. Ну, он не сказать, что сильно мощнее этой столистой проволоки. Но тут, видите, сам мультитурт, он уже классом побольше. Поэтому, ну, я думаю, что разумно было бы попробовать перекусить им что-то и помощнее. Ну, на этом гвозде, я думаю, стоит нам остановиться вот в плане пассатиж. Все, понравилось. Кусачки качественно сделаны. Пассатижи аккуратненькие. Эргономика хорошая. Люфтов никаких нету. Ну, может быть, и в том числе вот эта система этому способствует. Но небольшой зеф расстроил. Ну, если вот двумя руками работать, то, в принципе, нормально. То есть, такое мнение по кусачкам. Я не ожидал от них такой прыти. Мне понравилось. Давайте идем дальше. Мультитурт называется Sock Power Assist. Самое интересное, что основная фишка этого мультитула, клинки с ассистом, они не работают. Тут вот у нас в одной половинке рукояти. Тут у нас два клинка с ассистом, plane, inserator. Ну, и смотрите. Замочек снимаем с замочка. И пробуем открыть плейновый. Ну, открылся вообще. Пробуем снять. Не снимается. Открываем тул. Ну, вот, снимается. Так. Замка сняли. Ну, вроде и работает. А вроде не работает нифига. Так. Предохранитель выключен. Ну, все, он все заклинило. Вот, раскладываем тул. Он сработал. То есть, что-то там внутри мешает, что-то не дает. Замочек тут такой по типу бэклока. Есть предохранитель. В то время как у нас клиночек ассирatorный. Все работает без проблем. И раскладывается, и складывается. В том числе одной рукой. Все. Предохранитель. Включили. Он уже не раскладывается. Так вот. То есть, тут ничего не мешает. И все работает. Ну, дюжи неудобная система. Давайте еще с плейном попробуем. Ну, вот он. Что-то не дает, и он застоял. Как бы вот. Разложили. Разложили, да? Он сработал. То есть, получается, что... Такой очень интересный нож бабочков. То есть, основная фишка, по большому счету, этого ножа не работает. Клинок тут у нас. Ну, такой плейновый. Классическая форма. В спирпоинт. Даже ближе к ворнкливу. С заниженным обухом. Ну, обух достаточно тоненький. Тут 2,5 примерно миллиметра сведения. Тоненько прямые спуски. Давайте постригаем, чтобы заценить этот клиночек. Постали особой информации нету. Насколько я знаю. Ну, что-то, наверное, простенькое. Заценим эргономику. Ну, эргономика, кстати. Ну, тут все достаточно. Грани такие острые. Ну, приходится превозмогать. Приходится превозмогать. Ну, для мультитура, скорее, это не критично. Я бы назвал эргономику приемлемой. Но, ну, не хватающий звезд с неба. Приемлемая. Ну, не знаю. Больше усилия показываешь, уже больно. Уже неприятно. Ну, для мультитура, скорее, приемлемая. Эргономика. Ну, хотелось бы, наверное, получше. Ладно, давайте серрейтор протестируем. Так, серрейтор предохранит. Вот это все предохранители, все тоже так болтается. Лучше бы они обычные клинки сделали. Так, у нас есть стропа, у нас есть пожарный рукав, у нас есть канат. О, клиночек выскакивает без проблем. Ну, давайте перерезание стропы. Ну, я думаю, похуже, чем в том же Айбаре. Клиночек серрейторный исполнен. Ну, получше, чем в Гербе, все-таки он пытается резать, не только рвать. Ну, более-менее приемлемо. Так, давайте пожарный рукав. Перерезал, да? Так, теперь давайте с канатом попробуем разобраться. Опа! Ну, эргономика заставляет превозмогать. Ну, тем не менее. Контрольный рез. Давайте. Опа! Ну, плюс-минус нормально. Ну, серрейтор, я думаю, на четверку с минусом исполнен. Проблем нету. Во второй половинке рукояти у нас такая закрывашечка, чтобы эргономику не портить. Ее, кстати, можно снять без проблем. И тут у нас несколько инструментов. Напильник, пила по металлу, протестируем его потом. Какие-то отверточки. Открывашка для консерв. Соговская. Ее тоже протестируем. Итак, смотрите, тут у нас получается напильник. Ну, тоже острие под отвертку сделано. Его протестируем. Потом открывашка для бутылок с отверткой. Ну, я думаю, работает плюс-минус. Крестовая отвертка. Ее протестируем. Ну, такая мощная. Прямая отверточка. 6 миллиметров. Открывашка для консерв. С небольшой шлицевой отверточкой. И вот такой вот тоже дюже странный инструмент. Это у нас... Зачем-то сюда вот воткнули этот сок Викат. Типа стропоеза. Опять же, если поражутить с десантник, то у него есть штатный стропоез. Он не будет с собой какой-то мультитул там носить в чехле, чтобы где-то в эксенной ситуации начать в нем копаться, искать, доставать стропоез. Это понятно. Как стропоез для эксенных ситуаций, типа в автомобиле, ремень безопасности перерезать. Но тоже он не подходит. Это неудачно. Это плохое, неграмотное решение. И непонятно, для чего он вообще тут нужен. Чисто если там много строп надо перерезать, опять же, да. Ну, я думаю, обычным ножом можно сделать это без каких-либо проблем. Ну, давайте ради интереса попробуем стропу порезать. Ну, кстати, ну, кстати, вот, вот, да, да. Ну, хорошо, ну, справляется, да, хорошо, смотрите, как аккуратненько все, очень ловко, очень здорово. Даже хочется, наверное, вот так вот взять. О, ну, не удержался я. Ну, вот в плане работы действительно он хорош, он удобен, да. Давайте еще раз. Хорош, удобен. Так, давай. Ну, так, наверное, уже не получится. Ну, по большому счету, да, здорово все это работает, но наличие его на мультитуле решение, конечно, дюже спорное. Ну, тут уже, видимо, в рахмоте сопли мешают. Ну, тем не менее, инструмент спорный, но он работает. Вообще-то неплохо, знаете, снимает он дерево. Ну, вот тут сторона напильника для мягких материалов. Тут у нас замочек такой по типу бэклока. Да, я думаю, вполне нормально, вполне достойно доработает с деревом данный напильник. Ну, и в принципе-то тоже снимает металл. Ну, нормально. Были на канале тесты других самых разных напильников. По металлу и по дереву. Плейлист будет в конце. Кому интересно, посмотрите. Ну, плюс-минус одинаково. Плюс-минус на их уровне работает. Ничего плохого сказать не могу. Тесты пилы по металлу. Ну, можно уже и сломать. Ну, что сказать. Пила по металлу хуже, чем виксовская пила по металлу в мультитулах от Victorinox. Но лучше, чем пила по металлу в том же Gerber, в том же Laserman Raybar. Вот. То есть, такое среднее положение между Laserman и Victorinox. Victorinox получше, Laserman похуже. Вот так вот. Итак, давайте гайстовую отвертку протестируем. Тут она такая необычной конструкции. Само тело отвертки тоненькое. А сама головка толстенькая. Ну, давайте. В общем, шила тут нет. Вот они лучше бы за место этого стропореза шила сюда поставили. Ну, давайте наш стандартный саморез вкрутим в дерево. Ну, это сосна. Экстримом не будем заниматься. Посмотрим, хватит ли прочности. Ну, в общем, саморез мы заглубили. Ну, уже на финишном усилии отвертка так уже деформировалась. Ну, ничего с ней не случилось. Можно было бы, конечно, в более прочную древесину, в более твердую попробовать повкручивать. Но шила на этом мультитуле нету. Без шила вы вряд ли. Вряд ли вам будет это удобно делать. В эргономичном плане, ну, мультитул такой громоздкий, достаточно тяжелый. И уже он, ну, выше среднего считается. Ну, не так, чтобы удобно. Ну, тем не менее, отвертка работает. Что-то закрутить ей можно без проблем. Я бы, конечно, предпочел, чтобы отвертка была стандартной конструкции, более прочная. Ну, тем не менее, что имеем, то имеем. Опять же, тут такой момент с этими шестеренками, что не представляется возможным как-то несимметрично раскрыть рукояти. То есть, чтобы посадить же в одной рукояти и как-то так вот работать, как это можно на спереди, на том же сделать. То есть, ну, в этом плане вот эти вот шестеренки и симметричное раскрытие рукояти, ну, такие достаточно неудобные. Протестируем открывашку для консерв. Откроем сгущеночку. Откроем сгущеночку. Итак, тут расположение немного неудобное. Должно быть именно с краю должен быть расположен этот инструмент. Ну, и, видимо, сама конструкция тоже. Ну, при должной сноровке можно все-таки открыть консервы. Но это далеко не самая удобная открывашка из открывашек для консерв, которые я видел. По идее, сделать бы ее подлиннее, чтобы можно было бы как-то... По-вощей можно было и работать. Но тут из-за крестовой отвертки вряд ли бы это получилось. Ну, а так у нас в этой рукояти раз, два, три, четыре, пять, шесть инструментов, что достаточно много. Ну, открывашка на тройку с минусом. Что-то, конечно, можно открыть, но она далеко не самая удобная. Итак, сок Power Assist оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, я думал, что все будет похуже. Ну, вот, пассатижи показали себя вполне достойно во многих компонентах. Пассатижи это, по сути, половина мультитула. Поэтому действительно хорошо. Два вот этих вот клинка в одной рукояти. Ну, решение очень-очень спорное. И вообще, клинки с ассистом на мультитуле... Во-первых, само решение очень спорное. Во-вторых, то, как оно здесь реализовано, ну, оставляет желать лучшего. И, по сути, это не работает. Вроде как, основная фишка, следуя из названия. Но толком-то это не работает. Лучше бы сделали стандартные клинки. Но тут бы... То есть, если тут шесть инструментов, то и тут можно было бы инструментов пять-шесть разместить. И куда интереснее было пилы, например. Нету на этом мультитуле пила. Многим нужна, многим бывает полезна. Ну, и сам состав инструментов в целом спорный. Спорное также решение с этими шестеренками. Особенно в плане ZEVA. Ну, пока так. Вы пишите в комментариях, что думаете, чтобы потом уже итоги подвести на основе своих мыслей и на основе ваших комментариев. Ладно, ребят. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok